всем привет это программа двойное дно и ведущие владимир капустинский и павел дмитриев у нас только одна тема понятно какая в россии вчера владимир путин и президент объявил частичную мобилизацию потом шайгу министр обороны сказал что 300 тысяч человек планируется из резерва призвать в армию отправить на украину ну и там уже такое вчера было утро президент сказал что вы знаете моя профессиональная армия не способна справиться боевых задачами но я вот решил что гражданское население эти задачи выполнит ну продолжает называть это с в о спец специальная военная операция они война у нас мобилизует теперь нас свого вообще в двадцатом веке если считать сначала до 100 2 года все третье мобилизации первые были на первой мировой настрой мировой войну и вот сейчас следующая третья мобилизация ну на вот свого и в этом указе там скрыт пункт в котором очевидно указано число мобилизуемых и дмитрий бесков пресс-секретарь путина на вопрос что там он так сказал что да там число указано его спросили а какой человек ну вот министр обороны сказал 300 тысяч ну вот я другое вам сказать не могу то есть не фактом 300 тысяч там вообще на самом деле может быть там что угодно написано в этом пункте да и не факт что эти цифры которые там написаны будут совпадать с реальным количеством мобилизованных ну естественно да никто не может там наказывать типа если вы больше мобилизовали типа да и начали вчера протесты наверное это пожалуй самое главное там много чего все происходило но вот протесты за ночь там около 1400 человек были задержаны ну там пока вот на данный момент люди вышли сказали громко своей пацифистская нет мы не хотим убивать умирать ну и вот показательно что вышли пацифисты люди которые против насилия к ним эти вот космонавты не знаю как там называют демонстративно демонстративно людям которые против насилия применили это звероподобное насилие били дубинками закидывали в тазаки и там же повестки вручали в отделениях ну да жестоко избивали есть там видео где там парня сбивает нам возле ресторана просто жестоко избивают русского человека и это привет пропагандистам не украины это москва видите центр москвы где где избивает русских людей жестоко в киеве может быть ну нет вот москве в центре москвы избивают жестоко россиян за их позицию ты знаешь это и раньше их не оправдывал когда они там хватали дедушку тащили его автозак потом дедушки давали там штраф в два раза больше чем пенсия естественно не хватает людей и этим людям дают повестку уже в отделении они просто отправляют людей ну так вот такие транзитры транзитры такие на смерть просто такие хороны только чего живые души отправляют в царство мертвых ну это кстати говорят о том что то что путин говорил про эту мобилизацию тот шойгу говорил что будет только те кто служил только те кто был в горячих точках и там по каким-то военным специалистам все это не так потому что вряд ли те люди которые выходили на эти митинги что вряд ли нам полиция знала что вот вот этот подходит под у спадут эти вот критерии до суши вручали просто у дверь до вчера на улице были случаи людей просто останавливали приписывали данных и этом студенты говорили о том что приписывали данные вручать сразу повестку просто такой такой-то списали принял в повестку на приходе ну и присылают на какие-то предприятия тоже там где-то там 30 где-то 40 где-то 60 типа план такой вот а там уже как нам пишут с этих предприятий уже там сами решают я в не знаю каким образом там решает кто кого отправить хотелось конечно пошутить по жеребий да ну как бы сейчас смешно а может и жеребием я не знаю на самом деле каким образом там я если если там каком-то предприятии псковском там 60 или 30 добровольцев мне кажется добровольцы они закончились именно поэтому вот эта мобилизация потому что путин и или те кто им этом докладывают они явно говорят что там ничего на фронте их не получается и наоборот отступление идет там с харьков области потому что вот украинцев там просто вот больше а на самом деле все дело не в том что разваленная армия с там кем-то бездарными офицерами командирами которые там как оказалось на поверку что когда украины появилось примерно сравнимое оружие то украинская армия наступает а не российская не решают как это вводится закидать это все людьми просто вообще откуда пришла мысль в том что мобилизация частично пусть там как они говорят вдруг поможет переломить ход войны вот мы только чтобы за кадром обсуждали мы с тобой два запасника что на том две недели дадут на обучение и каков наш шанс оттуда вернуться живыми или хотя бы со всеми конечностями ну да мы с пять мы с тобой люди которые не автомат ни разу в жизни не видели только по телевизору а вот курске до этот военком то сказал что военкомат шестить не будет и что типа те кто служил и кому еще нет 30 их типа вообще отправят без какой-то подготовки что типа они еще не забыли то что было там 18 лет потому что он думал что это как матрица оператора не нужно умение владения там оружием в их условиях это не так работает сожалению ну и конечно я абсолютно уверен у нас с 24 февраля время тотальные лжи и абсолютно уверен что будет отправлять на фронт и тех кто не готов и будет недостаточно подготовки потом когда тонет возмутиться путин опять сядет и скажет мы нашли виновных мы вернемся как со срочниками срочниками да их там нету они там есть довольно неожиданно оказывается погибли срочники их же там не должно было быть вот путин это говорил но все все понимают и я думаю что это тотальная ложь она не прекратится они на секунду будут нам рассказывать как все хорошо что на самом деле все там фейки никого там нигде не ловят не повестки не выручают все строго как путин сказал а на самом деле все будет абсолютно как обычно в россии и что чтобы с этими людьми которые понятно дело что они не хотят ехать на фронт если бы не хотели они позже поехали они бы не кидали коктейли молотова до в некоторых регионах и в одном по моему администрации в тольятти помпыдашли подожгли в некоторых регионах в комокате венкоматы жгут давно да по-моему в благореченске вообще там человек выпрыгнул с венкомата с 2 этажа в окно да и убежал и теперь учат но очевидно не хочет воевать а его хотят найти под этим в руки автомат отправить ну умирать отправить хотя этот самый же курский военком сказал мы даем людям типа проблем людей до таким девизом победить они умереть типа это каким-то образом помогает да вот эти девизы помогает им людям там не умереть которые только вчера там кушали супчик дома жена им приготовила а тут уже получай автоматы и тебя стреляют и тебе надо стрелять ну это конечно сказал пропаганда я смотрю на эту пропаганду сейчас подумалось вот это буквально вот ночная история там вечернего вечера как обменяли там кума путина медведчука там на азовцев на 200 чем-то да помнишь как эта пропаганда сидела и исторично орала о том что этого не должно быть мы не будем менять этого медведчука на азовцев туда-сюда ты гиркин писал это писал соловьев пусть он сейчас всем показал слушайте ребята не вы не видите что мне на людей по херу я буду на смет отправлять очень думаете мне на вас на пропагандистов не насрать типа да мне плевать в основном завтра будет рассказывать какой красавец потому что если нет и вас просто от кормушки отодвину а это для вас страшнее всего он с этим говоря путин сделать там мобилизацию явно для того чтобы немножко вот этих вот турбопатриотов порадовать и при тут же вечером происходит обмен азова и в этих газет каналах там уже никакой радости нету и снова то есть путин как среди этих людей не повысил своего там значимость и среди его того молчаливого большинства которая так это ничего особо не говорила и вообще было непонятно не за против или они там за как мы с тобой обсуждали да там было 60 процентов за то чтобы война закончила и штат процентов выбрать киев ну типа там ровный абсолютно одинак одни и те же люди зато из другой были вот теперь они явно как-то ну по-другому подумал может повысить свою значимость когда он своим обращение и такой всегда мачо это такой там в списках самый главный лидер мира там человек который может там влиять на мировую политику там в рейтинге топ-1 как он может повысить на свой рейтинг когда он выходит и говорит значит я предлагаю поддержать решение минобороны он не на себя взял ответственность и шайгу потом до выступала он политическую ответственность приложил на шайгу потому что на себя он не хочет вот это ты смельчак вот это ты конечно как он там все люди которые смотрят немножко хоть что-то понимают пытаясь анализировать понятно что путин сам себя собственно рейтинг там закапывал а потом еще на есть приходит к ним там с ректором или с кем-то встречался и говорит а что такой грустный у людей у людей люди в шоке но вся страна в шоке президент улыбается и шутит да смешно ему потому что ну к чё он он не он не его родственники естественно с автоматами куда не пойдут у нас государственной думы так как депутат выходит государственной думы это перед своими этими коллегами и говорят кем договорим фамилию до вяткин такой говорит ну решение поехали на фронт это самое простое решение в нашей ситуации надо остаться нам и на этот мощный поступок он наверняка дался мне легко да 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 он иван иван мурс начал остаться на эти все эти простые поступки наставил россиянам сгореть в танке да проще простого да а тут здесь сидеть ваши судьбы решать или как-то на кнопки жать или как-то губернатор псковской области это совещание проводил да сидел в этой тужурочке тужурочке да и газет на что-то там подписывал глава штаба на решал кому-то на смерть кому не на смерть это подумаешь просто потом в телеграмм щеки ну ну лишних там сколько там три фоточки после того что среднем 2 тос будет 57 5 10 20 секунд больше времени займет у него ничего найдет времечко приложить эти фонды да естественно книги губернатора никуда не поедут и вот этот рогозин там рвался на фронт просто говорил вот не могу только вот то глава роскосмоса я не могу сейчас давно уж не глава роскосмоса человечек и что-то как-то не видать на депутатом госдумы там тем кто в софете сидит как можно в одной предыдущей программе говорили нет препятствий патриотом нет 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 ребят мы мы простим вашу вот это вот что вы нас оставите без них такое как-то понимание что они уедут и без них и жизни становится все рухнут все органы власти они просто боятся того что там на принимали и естественно не хотят они хоть никакой мобилизации все россияне этого не хотят ну я говорю там все но большинство естественно да сколько на границе стоя с грузией в казахстан с монголией россияне поехали в монголию потому что президент окончательно просто поехал ну надо сказать что страны некоторые там эстония латвия сказали что они не будут по этому поводу давать гуманитарных каких-то коридоров и виз тем кто хочет мобилизации откатить поэтому ли поехали каким-то вариантом каким-то были доступны там где можно без визы до без визы или с или с просто загранпаспортом даже можно фасона можно даже без загранпаспорта на 30 дней ты знаешь еще подумал я может скажу сейчас какую-то мысль спорная очень но вот тут у нас главред писал своем спуску губернити грамм канале что когда страны закручивали гайки говорили о том что у вас осталось там мы не будем больше пускать что он буквально остался день-другой решаете уезжать вам или нет вот люди которые сейчас рванули по всей видимости у них раньше был шанс рвануть то есть они уезжали там сейчас это не побежали и раньше тоже могли не могли там условно те кто там ребенок там не на что ехать и чего-то они куда не побежали я своими друзьями списываю саня ты сейчас поехал готов куда я поеду вот он куда не побежал тогда не ушел до сейчас и сейчас когда люди я никоим образом не говорю за то чтобы здесь оставили и чтобы они пошли умирать но какое-то ощущение что люди сами виноваты в том что сейчас они там этих пробка хотя это можно было раньше сделать как-то спрогнозировать не покидать нет ощущения но они не верили они думали что это происходит где-то там война происходит там ну да что там происходит с вот это не война и ты свого там она там люди умирают но они даже не думали о том что там люди умирают на же по телеку говорят что не умирают русские солдаты у нас он шагу скала 6 меньше 6 тысяч умерло естественно это неправда но это просто очевидно что это не так даже по сообщению губернаторов или просто посчитать по головам там это семь практически тысяч просто по сообщению губернаторов либо надо губернаторские за фейки посадить они начнут больше похоронили чем погибло как шайгу говорит но люди верили этой лыжи или хотели верить а теперь война ну вот она пришла вдруг стало очевидно что и и дети этих депутатов чиновников никуда не собираются господин песков в один песков сын песков еще раз как когда позвонили ему с фбк он такой сказал вон вы понимаете что что я господин песков что я буду решать это с молоком масле что ли впитывают какой имели там песков все я уже буду сразу так по телефону какой важный курица сар сар господин песков все мишусь на тоже позвонили он сказал что пока что воевать не собирается потому что получает образование ах ты мой хороший ты образование получаешь слушай вдруг там школа жизни там тоже много 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 можно научиться на фронте но надо сказать папа принял решение отец твой ну как-то да он же тоже у нас в между прочим второе лицо государстве если с путем что-то случится то мишусь у нас возглавит государство а что-то сын его как-то не хочет это вот как королева английская значит там на фронте была во время второй мировой войны а эти вот господин песков он не хочет это же не как-то это пускай россияне едут а россияне элитных пород останутся в живых и будут получать образование может некоторые поступят резко сейчас быстро ванут поступать в общем на 24 февраля может и говорили это нет войне и тогда я говорил что вот надо сегодня заканчивать правда 4 прямо даже не начиная вот это все должно закончиться прямо сейчас потому что будут гибнуть очень много людей и сейчас вам по моему дороге кто тогда слушал меня и плеваться и говорил там что типа чё это какой-то там пацан там что-то по моему даже сейчас дорывам это я дару стать очевидно что полгода этой сло ну все везде просчитались везде просчитался путин которого вы там может быть любите все теперь это как сказать вам надо будет расхлебывать и причем хоронить своих родных но там врагу не пожелаешь или принимать их бесконечности да там даже если шесть тысяч там дай погибших сколько там один к трем там обычно идет до соотношения раненых хорошо то есть 15 тысяч россиян который еще там понятно эта цифра намного больше но эти люди еще там зимой ходили с руками с ногами без без портых животов и прочее сейчас вот они коллеги получившие там ранения но по сути это там цифра там чуть ли не статично должна подходить ну короче нет войне это должно прекратиться я не знаю каким образом но это это все нулит невозможно да нет войне